Для меня 26 апреля это траурный такой день, потому что некоторые из моих бывших тех подчиненных, которые участвовали в ликвидации аварии, уже их нет. Утром вызвал меня начальник отряда и сказал к 10 часам, чтобы был в управлении для получения приказа на откомандирование на Юху Минской области. За сутки до отъезда, это где-то было 22 мая 1986 года, сказал, что с Минской области выбор пал на тебя и ты должен туда ехать. Никаких колебаний не было, все ехали по собственному желанию, в приказном порядке никто не ехал. Вызвали добровольцы со мной ехать. В зону аварии отбирали самых подготовленных работников, хотя самые подготовленные были все на то время. Ну, выбирали лучших, будем так говорить, из всех подразделений Минской области. Это Солигорск, Молодечна и Борисов. Вот по отделению туда прибыли, которые я там и возглавил. Ну, и я повел это подразделение на Юху Минской области в Брагин. Определено было место дислокации. Это деревня Савичи в 30-километровой зоне. К этому моменту уже где-то процентов 70 населения этой деревни было выселено. Нас расположили в детском саду. Детки тоже были эвакуированы. И с этого дня мы начали получать конкретные задачи, которые должны в течение дня выполнять. К концу дня был подробный доклад, где были, что сделали, какая обстановка. С утра был облет вертолета. И я, как начальник группы, тоже совместно в три дня один раз я облетал. Нашу зону, за которую мы отвечали, помещали, где какие очаги расположены. Маршрут следования потом определяли, как доехать. Ну, конкретики особой, что мы будем там делать, не было. И потому все были в неведении. Куда едем, понятно. А какую задачу выполнять, никто не знал. Вы едете на ликвидацию последствий аварии. Вот. На Юг-Гомельской области. И дело в том, что при тушении вот этих торфяников, когда мы находились в трех километрах от реактора, значит, он дышал, этот реактор. Где-то минут 20-23 вот грибовидное такое облако появлялось. Пугаться было некогда, потому что надо выполнять боевую задачу по тушению. И чем быстрее мы потушим, тем быстрее мы отсюда уедем. Так что за нас эту работу никто бы не сделал. Приехав на место дислокации, мы сразу поняли, в чем дело. Значит, потому что местные пожарные, начальники подразделений, они уже были в курсе дела. И они до нас всю информацию давили. Так что мы обстановкой владели. Сразу с момента приезда на место дислокации. Мы были первыми, кто приехал на место ликвидации вот этой аварии, потушению торфяников. На первый момент вот такой организации и досуга, отдыха, питания, организации такой особой не было, потому что мы были первыми. Потом где-то через неделю, через дней 10, появились только блокпосты по охране вот этой 30-километровой зоны. Ну, к моменту приезда особой экипировки не было. А потом, когда поняли, чем будем заниматься, какая была поставлена задача, наверное, дня через три нам привезли костюмы Л-1, ОЗК. Ну, хотя они защищали только от пыли. С 24 мая приступили, и были три недели. Значит, последние недели, когда мы уже эти очаги ликвидировали на торфяниках, занимались дезактивацией, дезинфекцией вот этих домов, подъездных путей. Когда работали, даже приходилось обливаться водой, потому что такая жара была. И в этих костюмах работая, это не каждый мог выдержать. Потому что, если температура за 35, то в этом прорезином костюме там было за 40. Тушение торфяников в зоне аварии мало чем отличалось от обычной работы подразделений. Но связано было с моральным состоянием людей, которые работали. Ну, и высокая температура была, потому что жара была, ни одного дождя не было. Жара была за 35 градусов. Приходилось работать в костюмах Л-1, в масках. Это еще усугубляло работу подразделений. Общая цифра, которая была по итогу работы, это 28 рентген. Каждый из работающих работников там, в этой зоне, получил эту дозу. Ну, у каждого был рентгеномер. И каждый человек, работающий в этой зоне, имел свою дозу, которую он принял во время тушения за сутки. Никто не роптал, никто не жаловался, что что-то кому-то болит, или кто-то там не может чего-то выполнить. Даже разговора такого не было. Поскольку часов приходилось на месте работать. Вот с утра выезжаем на место тушения, и поздно вечером возвращаемся. С собой не разрешалось брать ни воду, ни еду, ничего. Ну, то есть мы утром позавтракали, и то, что сами заготовили, потому что выдавали сухие пайки, оставляли одного человека для того, чтобы ужин приготовил нам. Вечером приезжали, поужинали. А когда случались пожары в округе, местные не справлялись, пожарные. И нас привлекали тоже к тушению этих пожаров. То есть день работали на место аварии возле реактора, где-то за три километра вот эти торфяники тушили. А ночью поднимали, и мы занимались тушением строений, домов. За это время сильный пожар был в основном деревне Пирки. Это три километра от реактора. Вот это самый большой торфяной массив был, который уже был запущен, будем так говорить. И приходилось силами, средствами пожарные насосные станции использовать для того, чтобы вот этот пожар потушить. Это мы неделю тушили этот пожар, потому что прогары были, конкретные были прогары. Технику было опасно туда подгонять близко, потому что техника могла провалиться в очах пожара. Но население было все выхилено. За исключением одного мужчины, который отказался от эвакуации. Мы проезжали каждый день, и мы с ним встречались, разговаривали. Он говорит, сынки, мне уже тут осталось, я буду заживать на своей земле. Что Бог дал. Короче, так его эвакуировали силком. И мы выезжали, он был в полном здравии там. По прибытию в подразделение после ликвидации в зоне Чернобыля, значит, произошла наша замена другим составом. Мы вернулись в подразделение. Ну, немножко тяжеловато было первый год, потому что устали, работая в такой обстановке. Ну, и многие из моих подчиненных лежали в госпиталях. И я как-то отходил, не очень хорошо будем так говорить. Значит, слабость чувствовалась, сонливость какая-то. Ну, дело в том, что прошел год, и это все прошло. Работал заместителем начальника самостоятельного региона пожарной части и начальником. В 95-м году был назначен начальником отдела Жоднинского ГОЧС. Ну, и там работал 13 лет начальником. А потом, после Жодина, возвратился обратно. И последний год службы перед пенсией я работал начальником отдела города Борисова. Когда я вышел на пенсию, первое время, даже первые полгода, я очень скучал по работе. Потому что не было таких звонков, не было ночных смен, не было выездов. Ну, то есть не хватало мне этого адреналина. За ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС из Белоруссии были награждены два человека. Зам. начальника управления полковник Зиль. Ну, и я, получая боевую награду, всего не распишешь, за что этот человек получил эту награду, да? Есть общая фраза, за мужество, проявленное при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, я считаю, что этим скажем на все. Потому что в это входит, и как вы говорили, и досуг, и работа с личным составом. Это выполнение, в первую очередь, боевой задачи. Ну, все аспекты входят. Боевой работы. Я дорожу этой наградой. Ну, это боевая награда. Наверное, высшие пожарные не получали. В преддверии вот этой трагедии 26 апреля, ну, встречаются ликвидаторы на базе МЧС области. Этот день превращивается каким-то тоже знаменательным событием. К примеру, награждение идет сотрудников действующих МЧС. В связи с этим собирают и ликвидаторы последствия аварии. И мы совместно как-то вспоминаем вот эти события, передаем память о событиях своим каким-то подчиненным, да, сотрудникам нынешним МЧС, но чтобы помнили люди, потому что это я считаю, что работники МЧС в то время проявили неслыханный героизм при ликвидации вот этой аварии. Ну, Чернобыль меня не изменил. Я, может, стал более жестче, более такой продвинутый в вопросах пожаротушения, в вопросах работы с личным составом. Ну, то есть он меня закалил. Авария на Чернобыльской АЭС – это трагедия нашего народа. И на сегодняшний день все сделано для того, чтобы такого впредь не повторилось. И вот наша атомная электростанция, которая построена на сегодняшний день, она соответствует всем нормам вот этого, чтобы эта трагедия не повторилась. Я считаю, самое лучшее в работе спасателя – это непредвиденность сегодняшнего дня. Потому что ты не знаешь, что может случиться через 5-10 минут, через полчаса. Если бы заново начинать жизнь, я бы, конечно, ее связал бы с пожарной службой. Субтитры сделал DimaTorzok